Как-то же мы должны выбраться туда и показать вам все-таки плоская земля или круглая, как шарик. Я рад, что это закончилось, потому что сидеть как придурку вот в этой вот шапочке из фольги, вещать в пургу, ну, отвратительно. Не может же айфон ошибаться, посмотрите, как он ровно снимает горизонтом. Разве могли бы мы видеть Монтевизу? Разве виден был бы Монблан? Вау, как это выглядит все. Мы стремительно приближаемся к высоте 5800 метров. Перед этим надо немножечко пошалить. Сейчас будет закат. Опа! Хе-хе-хей! А теперь смотрите, рассвет солнца вручную. Монтевесомость. Вау! Это закон сохранения магической энергии. Смотрите, друзья, грипп. Грипп, настоящий шампиньон. Их едят правильные свиньи. Они думают, я это не съем. Я это съем и стану сильнее. Сидим в небе, ждем заката. Посмотрите, как красиво вокруг. Вот она опасная радуга. Показывает клад. Ее делают гномы. Гномы за нас. А по полям бегают лавандовым правильные единороги. На инерциальной системе отчета идем. Откуда берется турбулентность? Это недужа небесной тверди. Что такое инерциальная система отчета? Ну, в общем, это тоже магия. Освещенная винтиком и шпунтиком. Теоретически. А практически мы сейчас посмотрим. Уходим. Столько бы нам хватило высоты. Спасайся, кто может. Мы в облачном капкане. Где-то под нами скалы. Истребитель! Нас атакуют. Потусторонний истребитель. Истребитель планиров из другого пространства. На хвосте ничего не написано. Мы притворимся салавливыми планеристами. Половина приборов не работает. Я почти теряю контроль над планером. Поток семь с половиной метров в секунду. Аркеоптерикс. Птица-прародитель всех птиц. Она пришла по нашу душу. Ловушки сознания, чтобы менять окружающую реальность. Больше не видит солнце. Мягкое облако и мокрое. Что-то здесь не так, но мы этим воспользуемся. Веселящий газ у нас не кончился. С нами волк! Волшебные сапоги-космолеты. Это алюминиевая пудра, смешанная с кровью единорога девственного. Здравствуйте, приглашаемые любители летных видов и порта. Мы отправляемся на съемку супер-ролика. За нами конец рептилоид. И земля плоская! Вот она. Вот она, опасная радуга. Вот такой же радугой прикрывали путь к аэродрому наш. Смотрите, друзья, гриб. Гриб настоящий, шампиньон. А может, это не шампиньон. А может, это рептилоиды прислали. А если они прислали, а нужно съесть, они думают, что я съем. А я не съем. Или съем? Они думают, что я это не съем. Я это съем и стану сильнее. На, шампиньоны сырыми. Кстати, можно полевые есть. Но об этом никто не знает. Это секрет. Заговор. Смотрите, рептилоиды прислали нам птиц, чтобы не допустить нашего вылета. Эти птицы должны взлететь и попасть в вид. И такое уже было. Посмотрите, как у нас зарядила птица стабилизатор. Птичье перо. Вот этим она его и бах. Я сейчас попытаюсь их прогнать. С помощью магии. Кар! Кар! Изойдите, демоны! От солнца заходят твари. Вот они, сволочи. Слетели. Атакуют. Вот что творится, друзья. Что творится. Вот посмотрите. Вьются. Вьются надо мной. Мне кажется, еще немного и будут атаковать. Вот она. Вот она пыль с Африки. Наконец-то я ее поймал, друзья. Вот она. Смотрите, видите, в клеточку. Это песок. Это песок Сахары. Как говорят, Сахары. Потому что у нас только что были страшные були. Но верите ли вы то, что там Сахара так близко, чтобы песок из этой Сахары попал на планер? Мне кажется, это обман. Посмотрите, что произошло с нашим колесом. Оно заржавело. Хотя не прошло и двух дней. Мне кажется, это петля времени. Не бывает так. Друзья, не может немецкий планер заржаветь за два дня. За правду могут убивать. Посмотрите, происки очередные. Есть рептилоидов. Нам воздушные тормоза подлили воды. Вот один воздушный тормоз. И в нем вода. Посмотрим, есть ли вода во втором. Потому что если во втором нет, значит ее подлили. Не могла же она нечаянно залиться в один. О! А воды-то нет. Есть капельки. Ее налили, знаете, для того? Для того, чтобы тормоза замерзли в воздухе. Мы бы попытались их открыть. Один открылся, второй нет. И тогда нам каюк. Крышка. Попытаемся не допустить этой катастрофы. Но мы найдем вопросы на ответ. Мы найдем. Мы докопаемся до дна истины. Тихий ужас, друзья. Нам пришлось взять амулет. Вот этот святой волк будет защищать наш корабль. Исследовательское воздушное судно. Вот эта радуга. Ее расстелили, чтобы напугать нас. И не дать взлететь. Но мы все равно взлетим. Потому что мы выражены наукой. И знаем, что радуга это та штука, которая показывает клад. Ее делают гномы. Гномы за нас. Представляете, друзья, как тяжело жить в современном мире, наполненном вот этими всеми заговорами и так далее. Но мы обязательно выясним, земля плоская или она круглая. Ну, все же вы знаете, какая. Мы вооружены камерами. Раз камера. Два камера. Три камера. Четыре камера. На нас могут влиять ментальное оружие. Но мы нашли защиту. Посмотрите. У меня есть вот такая штука. Мне подарил ее один очень хороший человек. Она, понимаете, она, видите, она не просто из фольги, она из волшебного материала с наночастицами, в которые вживлена алюминий с смазанной кровью единорога. Поэтому вот эта штука, она не подвержена никаким магическим влияниям, никаким токсионным полям, ионным атакам. Когда я буду делать исследования по плоской земле, я обязательно ее надену. Мы настоящие, понимаете, мы знаем, мы очень долго к этому готовились. Очень долго готовили этот планер, предварялись планилистами. Даже на чемпионате мира, посмотрите, Влада Сматуза, Игорь Волков, Литовская Республика. Мы готовились, маскировались, и сейчас вот та самая минута, когда мы взлетим и поймем, найдем правду. Мы надеваем парашюты, потому что, друзья, неизвестно, чем это закончится. Я бы на месте этих мировых правительств, рептилоидов и всех этих, сбил бы нас, чертовой матери. Вот так у нас будет хоть шанс на парашюте спуститься, найти камеры и рассказать вам правду. Это волшебные сапоги-космолеты. Они надеваются на ногу, чтобы пилот наш мужественный, который сидит вперед в ней кабине и берет все излучения на себя, чтобы у него хотя бы ноги двигались. Остальное может отказать, а ноги нужны для управления. Так что, друзья, видите, он облачается в сапоги-космолеты. Я же отпугиваю рептилоидов тем, что хожу, притворяюсь, что мне не холодно, и хожу в шортах. Вы понимаете, да, чем мне это грозит? Но в задней кабине у меня есть куча хитростей. Я им потом вам расскажу, как я обману рептилоидов. С нами волк. Талисман наш на месте. Копайлот готов. Мы почти готовы. Видите, как хитро стих ветер. Опасность. Посмотрите, что творится в кустах. В кустах на наш перехват готовят вертолет. Похоже, что так. И вот только что не было. И человек в шляпе. Посмотрите, как он притворяется, что он хочет куда-то повезти вертолет. Но, мне кажется, за нами уже приехали. Скорее взлетать. Нет, не дают нам взлететь, друзья. Опять задул самый страшный ветер. Я даже не могу фонарь закрыть. Видите, я держу его руками, его оторвет. Как все это тревожно. Посмотрите, мы взяли с собой мыслящий газ. Вот у нас полный баллон газа. Если что, мы сможем с ним соединиться и подышать. И он поможет нам думать. Мы готовы. Мы пробрались в планер. Обманули наш вертолет. Мы притворяемся, что мы настоящие просто полукланилисты. Но сейчас я закрою фонарь. И нас уже не будет снаружи видно. Закрывай фонарь скорее. 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 Я готов взлету. Сейчас я одеваю мою волшебную шапочку. Которая позволит мне закрыть свой разум от внешних воздействий. И мы сможем беспрепятственно взлететь, друзья. Ты готов, капеллот? Крылья у нас в Сахарской пыли. А вы знаете, что Сахара далеко. Она не за соседним холмом. Как от нее пыль может взяться от винта? Вот оно, перекати поле. Вы думаете, это перекати поле просто прикатилось? Нет, друзья. Это какой-то наблюдатель явно. Вот так просто перекати поле на аэродром не прикатывается. С бухты-барахты. И все. И оно наблюдает за нами на взлете. А я уже в шапочке. Ах, сейчас нас перехватит. Мотор завелся. Значит, глушащих устройств нет. Электроника еще работает. Так. Выдвигаемся. Не могу поднять крыло. Поднял. Очень сильный ветер вращает. Пытается планер наш развернуть. Но мы не даемся. Движемся вперед. Сильный боковой ветер. Что же делать? Стая птиц опасных. Птицы вышли на перехват. Вороны снизу. Атакуют. Мы прошли выше. Скорость относительно земли низкая. Очень низкая скорость. Подозрительно. Что делать? Если что, будем садиться на запасные поля внизу. Только бы нас не сбили. Двигатель на пределе. Уменьшая обороты. Чтобы не пойти в разно. Я не знаю, плоская она или нет. Но планер летит со скоростью 100 км в час. А нас все машины обгоняют по дороге. Что-то здесь не чисто, друзья. Посмотрите, как медленно летит планер. Вообще не движется. И даже вниз идёт. Уходим. Нас заметили. Наш прибор. Обнаружение недружественного излучения. Сигнализирует атаки на нас. Срочно выбирают двигатель. Обесточивый планер. Выключай питание двигателя. Скорее. И мы ныряем вниз. Ныряем вниз, прикрываясь рельефом местности. Будем уходить сейчас. Двигатель у нас убран. Мы сейчас по скалам. Посмотрите, что я делаю. Я прикрываюсь скалой. Потому что скала это масса. А масса это... В общем, не знаю, что это. Но оно должно нас прикрывать. Теоретически. А практически мы сейчас посмотрим. Уходим. Сзади готовят вратолёты наш перехват. Скорость 220 км в час. Нас трясёт. Колыхает. Великолышет. Ой. Вычимся, друзья. Я знаю, что впереди есть магическая скала. На которой, возможно, есть очередной поток. Который нас позволит набрать высоту. И скрыться от преследования. Гонимся. Я опускаюсь ниже. Почти уже до полей. Максимальная скорость. Выжимаю из планера всё, что могу. Рептилоиды на хвосте. Вот тот человек, который притворялся возителем вертолёта. Не верю я ему, друзья. Хитрая была у него ухмылка. Мчимся к скале. Скала впереди. Главное в неё не врезаться. Что же делать? Как? Что же с нами будет? Ухожу вверх. Сбрасываю скорость. Несёт на скалу. Неужели мы разобьёмся? Нет, друзья. Наш верный планер и моя магическая шапочка защищают нас от недружественных воздействий. Я взял восходящий поток. Посмотрите, друзья. Больше пяти метров в секунду. Мы идем вверх. Теперь никакие преследователи нам не страшны. Я думаю, что мы сейчас уйдём вверх до облака. И там будет всё хорошо. Ох, как это непросто, друзья. Если бы вы только знали, как тяжело пилотировать. Что-то здесь не тракнуть. Мы этим воспользуемся. Давай, святой волк. Защищай наш планер. На самом деле это ротор. Шикарный совершенно. А Тарамбар бы сейчас в волну. Просто пули сейчас так и залетим. Есть шанс, что она здесь и стоит. Вот он, наш волшебный трек. Наши приборы защищены специальным газом. Мыслящим газом из вот этого баллона. Я его выпустил немножечко. И сейчас этот мыслящий газ защищает приборы нашего планера. Они могут работать, как обычно. Невзирая на то, что мы подвергаемся атаке. Мы выключили питание двигателя. Основного металлического элемента нашего планера. И теперь вроде как нас не должны так хорошо видеть. Ох, друзья, ветер крепчает. Нашли секретную точку входа. Волну. Не могу вам рассказать точнее, но это, поверьте, это магия. Магия атмосферной волны. Вот сейчас святой волк помогает мне войти в эту волну. Как воздух может подниматься выше облаков? Вот скажите мне. Ведь он не может. Воздух поднимается и делает облака. Впереди облака на нашем уровне. Это значит, что мы используем магическую силу и поднимаемся выше облаков. Как этому отнесется официальная наука? Как она сможет доказать, что мы смогли это сделать? И без мотора, друзья, представляете? Мотор бы нам сейчас выключили, а мы без мотора можем. Нас не видят рептилоиды. Поэтому мы, посмотрите, как хорошо поднимаемся выше облака. Вот он момент истины. Вот она правда, где скрыто, друзья. Может ли подняться выше облака человек? Без мотора? Не может. Мы используем магию. И поэтому мы можем. Мы можем все, что угодно на этой планете. Ну, может, это и не планета. Святой волк, ты видишь? Амулет ты мой. Глянь. Посмотри. Вот по самому краю облака. Вот нас пытаются сбросить. Но мы не дадимся. Не дадим нас сбросить. С нами магическая сила, святое ускорение и мыслящий газ в баллоне, друзья. Поэтому мы победим. Мы уже выше облаков и продолжаем это делать. Подлые американские рептилоиды отключили нам GPS, друзья. Видите? Наша система предупреждения обо всем говорит, что GPS-а нет. Но мы-то и не хотим его использовать. Ну, поздравляю. Мы выбрались в волну. Блевать ты сегодня не будешь. Выбрались, да? Да. Хорошее, знаешь, еще слово сочетание какое-то, как это дело? Небесная твердь. Ага. О, точно. Это прям просится. Точно, точно, точно. Мы должны же ее не пробить. Мы летим рядом с облаком и оно стоит на месте. Вот где здесь обман, друзья? Согласитесь, ведь какой-то обман, если бы облако дул бы такой ветер, облако бы сносило, а ветер показывает, что такое дует. И на земле такой ветер есть. И хитрые облака, некоторые также маскируются, двигаются, а некоторые не двигаются. Вот в чем здесь интересно? Нюанс. Вот видите тень от облака? Вот она на склоне. Она же стоит на месте, она никуда не двигается. А ветер? Ну, сейчас, видите, врут. Ветер снизили. 60 км в час. И снежинка то, что за бортом минус. Ученик-то у меня в сапогах-быстролетах, а я, друзья, вот видите, в шортах, замерзаю в этой кабине при минусе. Все только для того, чтобы снять вам доказательства того, что не все так просто в этом мире. Ох, не все так просто. Но мы сейчас двигаемся со скоростью 200 км в час против ветра, который у нас дует с севера. Я не знаю, с чего с севера, но, в общем, с какого-то севера. Потому что общепримятое понятие севера, северный полюс, но все мы знаем, что там что-то нечистое. Кстати, давай потрогаем облако, Капайло. Открывай форточку, потрогай. Какое оно на ощупь? Да ты совсем руку высуни, вот так вот, как я. Друзья, мы трогаем облако, чтобы доказать, что оно не твердое. Видите, облако, мягкое, мягкое облако и мокрое. Так что, все здесь понятно. Поднимался до высоты 5800 метров. Почему 5800? Потому что каждый умный человек знает, что после 5800 начинается небесная твердь. И можно в нее стукнуться планером. И все, бах-бах-бах, и контент закончен. Самолеты, которые на дне летают, конечно, нарисованы, друзья. Любой здравомыслящий человек знает, что не может самолет летать так высоко. Там же воздуха нету. Наверное. Вот. А мы 5800 набираем. Нас там трясет очень сильно иногда. Мы должны постоянно менять волны. Постоянно маневрировать, чтобы нас не перехватили. Делаем обманные маневры. Опускаемся ниже облаков, друзья. И летим к очередному ротору. К хитрому. Я его знаю. Я знаю, где эта магия живет. Наше дело правое. Мы боремся за жизнь в адских радарах. Нас сбросило с больших высот. Мотора у нас нет. Под нами город Вейн, в котором жители которого спят и не знают о всех сложностях мировых закулис и теории заговоров. Мы-то все с вами знаем, друзья. И видите, как я борюсь, чтобы донести вам правду, чтобы наконец-то весь мир мыслящий узнал правду о плоской земле. Очень тяжело мне, друзья. Очень. Видите, никак я не могу мои приборы дрожать от усилий. Магический мыслящий газ из баллона пока временно не эксплуатируем, потому что осталось его немного. поэтому рубимся как есть на внутренних силах и духовных скрепах. Бабанг! Мы должны перелететь очень хитрый и страшный горный хребет и попытаться взять ротор. Ротор очень опасный. Скорость 200 км в час. Планер трясет, крылья шевелятся. Наша высота 1700. 1600 будет критическая высота, с которой мы перестанем долетать до посадочных площадок. Мы должны быть очень осторожны. Святой Волк, ты там как? Давай. Помогай. Капайлот, как ты там? Я, не боюсь. Ты, главное, не бойся. Жестко идем действительно в сильный ротор. Я надеюсь в нем выбраться. Но это не точно. Но запасный вариант у нас есть. Мотор? Ну, помимо мотора мы 400 метров еще как долетаем до нашего аэродрома. Вот. У нас здесь критическая высота на самом деле полторы. Вот. Но минус 5 метров в секунду. Ну, надо разворачиваться. Если, может, мы в другом месте возьмем. Но здесь пока не получается. Отступаем, друзья. Временно. Потому что наше дело правое. Мы все равно победим. Но пока мы временно должны отступить. Тащит к земле. Очень сильно причем тащит. ух ты ж ах ты ж е как нас колбасит, друзья. Это что-то с чем-то. вы сами все видите прекрасно. рядом птица. Что она здесь делает? Здесь же жиротвы нету. Что здесь можно кушать? На самом деле это, видимо, аркеоптерикс. Птица прародитель всех птиц. Она пришла по нашу душу. Врешь, птица. Настоящих пилотов так просто не взять. Смотрите, друзья, мне удалось взять поток. В этом страшном месте мне удалось все-таки взять поток. Мы пытаемся идти вверх. Нас швыряет. Нас колышет. Как правильно по-русски? Колышет или колыхает? Нас колышет недружественными потоками. Но мы все равно все равно лезем вверх. Оп! Я предполагаю, что вот сверху облако. Скорее всего, перед ним спрятали восходящий поток, который может вытащить нас опять выше облаков. Вот картинка ротора, который мы обрабатывали. Оп! Стрелки вверх! Мне нужно еще сделать один круг. Очень тяжело. Я почти теряю контроль над планером от турбулентности. Что такое турбулентность? Это тоже магия. Это магия трясущегося воздуха, друзья. Вот он трясется. Видите как? Этот воздух как кипяток нас трясет, но я опять вышел выше облаков. И сейчас я спрячусь в ламинарный восходящий поток. Что такое ламинарный восходящий поток? Конечно тоже магия, только другая. Оп! четыре метра в секунду посмотрите как это выглядит на экранах. Наше секретное оборудование освещенное винтиком и шпунтиком оно работает безотказно, друзья. Видите, я выше облаков. Даже несмотря на то, что враги сами знаете с какого государства отключили GPS, мы все равно на инерциальной системе отчета идем. Что такое инерциальная система отчета? Ну в общем это тоже магия. Такая хитрая магия, которая позволяет каждый момент времени знать вашу скорость, что с вами происходит, прогнозировать восходящие потоки. То есть объединение вот этих магий дает то самое знание которым мы пользуемся секретное знание как летать без мотора. вы видите что я поднимаюсь над облаками без двигателя. Но меня блокирует. Вы посмотрите впереди выросли облака так чтобы мне не дать протиснуться. Но я проскакиваю в щелку выскакиваю на фронт этих облаков. я это сделаю друзья. Нас так просто не возьмешь. Оп вот оно. Вот он момент истины. Да мы это сделали. мы выскочили опять выше облаков и здесь облака совсем другого толка друзья. Святой волк посмотри как красиво. 4,7 4,8 метра в секунду было. лифт ходит 0,7 метра в секунду 4,8 метра ну грубо 5 метров за секунду это ну два этажа за секунду почти ну полтора смотрите как быстро мы идем вверх и вот это все дает нам шанс подняться наконец-то посмотреть как там небесная твердь после четырех 72 километра в час ветер вправо подворачивай потихонечку друзья мой эко-пайлот который сейчас пилотирует планер он тоже маг начинающей категории я у него возьму ручку влево посмотри сформулируй пожалуйста откуда берется турбулентность что это такое всем известный факт турбулентность это оторвавшиеся куски небесной тверды которые медленно опускаются и мы с ними встречаем свою воскребенную они такие как медузы только прозрачные иногда вырезаешь и вот она ведешь на твердь она не очень плотная и разрушается последнего я думаю что она от света возвращается друзья вот только что здесь вот внизу посмотрите мы столкнулись с небесной твердью вы видели да своими глазами видели как наш планер штормило било вы представляете да вот воздух же он посмотрите вот он же не твердый вот потрогайте ну как может воздух так бить планер вы понимаете да что это это вот просто невозможно там может быть какая-нибудь наука так договорились что воздух может колыхать планер но ведь это не так все разумные люди думающие-то знают что откуда берется и вот видите со мной настоящий маг начинающего начального уровня который уже знает о том откуда берется турбулентность это медузы небесной тверди спускающиеся ближе к поверхности земли высота больше 4 километров и мы должны обязательно использовать мыслящий газ который у нас баллоне вот у нас здесь баллоне не просто там какой-то воздух а у нас специальный газ сейчас мы его вдыхаем это позволяет нам улучшить работу нашего мозга защищенного от воздействия внешних и соответственно лучше лететь чтобы не заблудиться в этом воздушном пространстве новый план у нас раз нас больше здесь не поднимает перелезеть у нас есть еще секретное место вот эта гора куда показывает крыло называется пик дебюр вот на этой горе стоят излучатели которые как раз возможно используют для того чтобы не дать нам подняться но даже отсюда друзья даже с высоты 4,5 километра вы прекрасно видите что какая земля какой горизонт такая земля посмотрите вот она вам правда вот мы возьмем может быть 5800 возможно если нам повезет если нам не отключат газ вот вам истина не может же айфон ошибаться посмотрите как он ровно снимает горизонт вам вот нас даже еще продолжает немножко тянуть выше высота 4600 метров мы двигаемся вверх и я сейчас попробую обойти вот эти излучатели а если мы выйдем почти над ними то они нас достать не смогут потому что лучи которые не посылают будут отражаться от небесной тверди и скакать вот так тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык и шансов что они нас поразят немного так что друзья продолжаем у меня амулет святой волк на голове очень правильная шапочка это алюминиевая пудра смешанная с кровью единорога девственного вот поэтому я надеюсь что это должно выдержать друзья пока держит пока держит веселячий газ у нас не кончился поэтому должно быть все хорошо вот эти тарелки как вы видите они повернуты к нам хвостом это дает наш шанс они в нас сейчас не попадут эти тарелочки так что еще как мы сейчас пройдем рядом с ними обычно прячутся в облаках все здесь смотрите видите вот они тарелки вот они ловушки сознания чтобы менять окружающую реальность и помешать людям узнать какая земля на самом деле отлично оп по нам стреляют посмотрите поток 7,5 метров 7,6 метров в секунду то есть мы за секунду поднимаемся на 7 метров что такое 7 метров это почти трехэтажный дом секунда дом секунда дом секунда дом вот представляете ну разве это не магия мы стремительно приближаемся к высоте 5800 метров смотрите на эту картинку друзья сейчас я вам сделаю круг сейчас мы пробьем ответку 5800 выше мы к сожалению не можем вот смотрите как это будет потому что как вы знаете сверху расположена небесная твердь и если вот она 5800 если мы ударимся об нее нашим магическим планером и пойдем стремительно вниз к Павелу я взял управление смотрите друзья картинку восхитительную с неба как выглядит как выглядит наша земля с высоты 5800 метров вот она правда мы показываем вам всю правду и ничего кроме правды и вы можете сами убедиться какая земля плоская или круглая нам очень много пришлось пережить сегодня чтобы достичь этого результата сейчас мы наблюдаем снизу что к нам пытается пробиться еще один летательный аппарат наверное идет на перехват погоня только я снял шапочку это было ошибкой мне нужно было подумать над щитой всего сущего и представляете сразу рептилоиды засекли и прислали погоню за нами гоняется чужой планер но мы так просто не сдадимся мы его догоним догоним и посмотрим ему в глаза на хвосте ничего не написано наверное маскируется снимает контент огонь сейчас мы подойдем под ним пониже смотрим что это написано снимаем фотографируем мы продолжаем наши исследования у нас на текущий момент всего 4300 метров мы потратили очень много друзья на переходы мы забрались сложное место Альп и сейчас представим вам доказательства посмотрите мы видим границу с Италией вот она граница с Италией вот показываю крылом на гору Монте-Виза разве могли бы мы увидеть Монте-Визу если бы земля была круглая и Монте-Виза должна была спрятаться за горизонтом а мы ее видим посмотрите как вокруг что творится как вы думаете можно подняться над облагами без магии магия магия наша сила и вот наш магический планер путешествует над этими опасными горами и снимает вам как же на самом деле выглядит наша планета только что недавно мы еще видели Монблан вот там был Монблан но он спрятался как вы слышите вот там сзади вовсю гудит магическая изолента мы ее специально сделали она специально в нужный момент отклеивается и создает определенный звук вот сейчас мы его выключили а вот сейчас мы его включили и этот звук отпугивает рептилоидов которые давно бы отправились на наш перехват если бы не вот эта магическая шапочка вот она держит излучение и не дает рептилоидам изменить наше сознание мы вам показали полностью как она земля какая она давайте я сейчас открою форточку и вы и вы сможете без фильтра все увидеть и так все убедились в неопровержимых доказательствах что мы сегодня используя вообще все достижения магических технологий мы смогли подняться наконец-то на высоту 5800 метров вопреки заговору мировых правительств и рептилоидов наконец-то открыть человечеству правду что какая же на самом деле земля есть я считаю нашу задачу выполненной мы с моим Капаевым молодцы можете нам ставить там хвалить нас во всю и радоваться тому что наконец-то вот это вот заговор растворен что мы теперь знаем что знаем-то карту настоящей земли что она плоская что где-то в Антарктиде торчат какие-то ножки уходящие и где-то там наверное под землей какие-то слоны стоят ну или что-нибудь в этом роде тут уже не важно ну вот вы видите да картинка-то не врет я даже петлю сделал чтобы показать вам какой горизонт плоский если хорошо задуматься если одеть шапочку с защитой мозга от излучения если грамотно выйти над тарелками которыми они излучают и дурят всю планету какую планету всю нашу плоскую землю то вот так можно вырасти наша высота стремительно приближается к отметке 5800 метров и как видите на этой высоте мы находимся в шортах в горах выпал снег почему же мы можем летать в шортах на такой пешеной высоте просто физика солнечные лучи которые заходят пробиваются через вот этот вот фонарь организуют теплицу в нашей кабине когда бы внизу и очень жарко как раз вот через эту часть ног испаряется влага и позволяет комфортно чувствовать себя планере именно поэтому я люблю летать в шортах потому что они улучшают терморегуляцию ничего как говорится личного мы долетели до совершенно фантастической красоты в горах мы сейчас пролетаем над озером озером бабочка обычно когда так выпадает снег оно уже ну то есть весной оно постоянно долго оттаивает и когда вокруг снег стаивает оно еще подо льдом а сейчас редкий случай когда мы можем это все эту красоту увидеть осенью обычно полеты заканчиваются сюда слетать крайне сложно когда приходят вот эти все мистрали волновые и так далее то довольно сложно выбраться над рельефом и красиво летать но сейчас вы видите совершенно такую же фантастическую картину которую вижу я я сейчас поневолирую чтобы иметь возможность сделать фотографию только что выпавший снег он выпал вчера были мощнейшие осадки и вот этот снег прям потрясающе красив и вот оно спит озера красивейшее озеро вау как это выглядит все уходим срочно уходим у нас очень сильный ветер около 100 км в час и у нас сейчас иначе сдует минус 5 метров в секунду на приборах довольно коварная ситуация мы конечно очень красиво полетали на озеро бабочка его поснимали но сейчас мы должны двигаться к нашему аэрогрому да потеряли одним маком огромное количество высоты движемся со скоростью 200 км в час ветер 100 км в час снижение минус 4 метра в секунду я сейчас пытаюсь найти место где будет хотя бы хоть какой-то подъем или хотя бы нули потому что сейчас нас со страшной силой давит вниз о какой какой замечательный контент вы можете повидеть как вот этот как все крутится как этот котел вращается энергия мы в ту сторону могли бы пройти может быть что-то взять но уже не можем потому что нам надо срочно оказаться на противоположной стороне долины подходим к роторному облаку есть некоторая надежда что да мы смотрим выше подошвы пришли поэтому есть шанс что сейчас нас как подхватит здесь как потащит если до 5800 бьет волна то представляешь да что здесь должна быть самая вкусняшечка вот перед этим роторным облаком ну хоть согрелся немножко вот здесь 4 да согласен ну вот смотри все как по учебнику вот она волна да все взяли не можем сейчас опять на 5800 собираться на переручку ходи вдоль волны вдоль этого облака набирай солнце опускается какие-то механизмы в небесной тверде заставляют перемещаться это светило мы не видим всех этих механизмов но вы понимаете да что они есть если бы там какая-то звезда вокруг какой-то планеты или наоборот вращалась разве выглядело бы это так нет друзья выглядело это по-другому виден Монблан вот он на грейзонте вот он решевой такой красивый для него 180 км друзья ну как мы могли бы видеть Монблан если бы земля была сами понимаете какой никак разве виден был бы Монблан если бы конечно нет он бы ушел вниз под линию горизонта и мы бы не смогли на него наблюдать вот этого момента друзья ждал очень долго Монблан маскировали облаками коварные облачные гряды преграждают нам путь домой я не знаю друзья что будет что-то страшное затевается потому что понятно что мы везем бесценную информацию бесценные видеоматериалы не знаю как мы прорвемся через вот эти все злые скалы представляете облака закрывают горы горы торчат вверх и нам как-то нужно перебросить наш магический планер поближе к дому Капайло что ты скажешь а там так что плоско и теперь-то ты уверен точно точно я еще помнился думал клубы а плоско я очень мне страшно друзья ну а что делать мы летим оп что тут нашим планером открылся люк может к нам лезет репсерой сверху мы прикрываемся рельефом местности и двигаемся вдоль облачных гряд столько бы нам хватило высоты посмотрите как кипит энергия внизу как борются добрые и недобрые облака видите они сталкиваются друг с другом тут просто бушует битва битва облаков битва добра и зла мы правда не знаем какие из них добрые и какие злые но нам пора отсюда линять все попали в облачный капкан спасайся кто может где-то под нами скалы ох как это страшно со всех сторон облака слева облака справа облака что будет что делать как нам выжить в этой сложившейся ситуации я думаю что надо идти на север впереди на нас бросается такой же планер как у нас посмотрите он в облесках вы видели что творится нас атаковали прикрываясь рельефом местности идем вдоль вдоль облаков мы почти прорвались друзья осталось немножко надо уйти в тень а как трещется наш планер вы представляете на какие мы идем жертвы лишь бы довести до вас бесценную информацию что-то совсем плохо еще немножко еще чуть-чуть мы летим ковыляя в омгле вы посмотрите какие мощнейшие структуры образуются облачные все мы похоже прорвались никто нам не подешает станция слежения осталась сзади последние лучи от нее до нас долетают наконец-то мы на свободе и вот она магия волны нас подхватила магия волны и мы можем подниматься снова вверх перед этим надо немножечко пошалить то есть мы притворимся шаловливыми планиристами можем долететь до аэродрома а если не подтвердимся шаловливыми боюсь нас добьют поэтому как ни крути друзья придется наступило самое время немножечко пошелить мы мы попробуем подрезать верхушку облака снова три посмотрим что еще так вдыхаю газ или как там что как мы это называем мыслящий воздух а мыслящий газ да вдыхаю мыслящий газ и смотрите зажигается вот оно сейчас зажжется гала на облаке наша тень должна зажечься вот она вот она смотрите нас атакуют бах вы подумаете это тень нет это потусторонний истребитель истребитель планиров из другого пространства из подконтрольного рептилоидом так наш истребитель должен наш планер должен уходить а то точно этот истребитель нас бах бах и все вот он опять зажегся смотрите они всегда заходят против солнца солнце нам в спину вот они с облака подкрадываются видите вот он вот он этот подлый истребитель на нас несется на 11 часов ты видишь копайлок видишь вот он иду в атаку бах бах с нами волк ой волку досталась какая-то магическая пилюля какая-то ему прилетела ой нас трясет ковыряет качает вращает друзья ну мы похоже выжили половина приборов не работает нас тормит вот сейчас красиво мы прикрылись от солнца здесь наше магическое гнездо здесь хранится наша энергия которая может поднять нас вверх видите вы приехали проверить здесь внизу в этом лесу растут как раз правильные дубы их едят правильные свиньи а по полям бегают лавандовым правильные единороги вот как раз тот из которого моя шапочка сделана ну в смысле не из него сделан из крови единорога девственника вот он впереди смотри видишь на час дня теперь зажегся истребитель на час дня прикрой атакую вау только что по нашей магической радиостанции дошла информация что на аэродром нам нельзя нам нужно дождаться заката чтобы приземлиться в сумерках чтобы нас не заметили поэтому мы принимаем решение дождаться захода солнца когда механизмы какие-то опустят его за воображаемую конечно линию горизонта так что ждем сидим в небе ждем заката оставайтесь с нами друзья будет интересно посмотрите как красиво вокруг просто потрясающие кадры вы наблюдаете заход солнца на высоте я думаю что будет высота в районе 4700 700 метров сейчас 4600 мы не лезем выше потому что замерзли очень сильно рептилоиды не любят ночь я думаю что они сейчас уже спрячутся а мы же имеем возможность приземлиться еще целых полчаса после заката потому что остатки солнечного света будут освещать небесную твердь если солнце заходит за край горизонта то она делает это мгновенно а я думаю что вот этот весь эффект связанный с подсветкой атмосферы это наверное как раз на небесной тверде что нибудь нарисовано как раз включает типа закат на самом деле солнце чпок и зашло чпок и не зашло итак друзья мы готовы к нашему рискованному эксперименту посмотрите на облака как вы видите верхушки облаков уже практически не освещены солнцем вот остается чуть-чуть подсвечена вот эта верхушечка но не сильно там на горизонте облака все уже потухли то есть на них солнце не светит но светит солнце на нас то есть это означает что высота полета каким-то образом влияет на то что солнце светит если бы земля была плоская то как мы все знаем то как бы солнце по идее не должно было как-то влиять высота полета не должна была влиять никаким образом на способность солнца светить зная законы магии мы можем заставить наш планер уменьшить высоту полета увеличить высоту полета причем довольно энергично смотрите как это делается вот сейчас у нас высота четыре с половиной километра если я пущу нас планера вниз начну энергично разгоняться видите высота стремительно тает и к моменту когда скорость достигает двухсот километров в час высота уже четыре триста и теперь если я возьму ручку на себя планер пойдет вверх высота начинает расти это закон сохранения магической энергии друзья вы наблюдаете их действия сейчас мы используя этот же эффект обнаруженный нами попробуем заставить планер поменять высоту полета и посмотрим влияет ли каким-то образом высота полета на способность солнца заходить если мы сможем нафекирование разогнаться так что солнце мы перестанем видеть значит все правильно солнце зашло но если потом взяв ручку на себя мы начнем каблировать то все неправильно и солнце увидим значит что-то что-то не увязывается значит наверное надо будет нам думать что происходит друзья мне кажется на это могут воздействовать рептилоиды они могут каким-то образом так регулировать эффект так что может быть они сейчас нас слышат и будут опускать и поднимать солнце представляете ради нас ради нашего экипажа магического исследовательского планера принцесса вот это будет очень красиво вот сейчас мы делаем круг полностью вы увидите весь наш все наше воздушное пространство французских Альп да как же все-таки это красиво видите видите какое-то свечение в атмосфере наблюдается что в ней светится ну надо говорят с точки зрения общей теории что светятся частички пыли расположены на большой высоте но мы-то знаем как это по-настоящему скорость скорость 100 км в час начинаю пикировать в надежде что с конца зайдет пикирую 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 скорость 150 200 250 а теперь я увеличиваю скорость и каприрую смотрим что происходит солнце спрятали рептилоиды спрятали солнце за облака измена друзья представляете какая подлость срочно меняем ракурс съемки делаю боевой разворот на 180 градусов нас так просто не возьмешь Капайло что скажешь мне кажется мне кажется нас так просто не возьмешь повторяю как следят сейчас разгон скорость 200 солнце скрылось увидим мы ли его еще раз каприру ладер добирает высоту и больше не видит солнце все друзья даже я не знаю что вам сказать мы обязуемся завтра с моим Капайло тамбергом встать на рассвете и заснять восход солнца о вот оно солнце слушай как мгновенно ты посмотри вот я первый лучик увидел слушай а какое яркое такое прям очень красивое слушай как я удачное увеличение сделал и как переливается на крыле золото вы видели рассвет смотрите сейчас будет закат опа хе-хе-хей а теперь смотрите рассвет солнца вручную опа ге-ге-гей а теперь смотрите еще разочек хватит нам интересно мне надо 280 могу разгонять борт в прошлый раз зашло на 200 сейчас смотрим 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 зашло тоже на 200 но немножечко скажем так можем халтурить за счет того что там у гор тоже есть какой-то профиль мы сейчас за какую-то вершину зашли вот видите опять рассвет давайте я вам сейчас увеличу чтобы видно было как да вот сейчас хотя бы опускаемся закат хе-хе-хе гей гей друзья такого я еще не делал оп ну я закатывал солнце именно на закате я так делал а вот на рассвете у меня еще такой закат солнца вручную не получался пока я тут вам это прыгал прыгал видите я улетел с волны и мы сейчас теряем высоту достаточно стремительно минус 26 метров в секунду мы выпустили волшебные воздушные тормоза которые цепляются за воздух и опускают нас вниз опускаемся мы со скоростью 7 метров в секунду на данный момент времени где-то внизу там наш аэродром там темно и страшно надеюсь что рептилоидам тоже темно и страшно они не поджидают нас на земле зажглись огни в городах вот уже огонечки машины включили фары конечно телефон который все это снимает не может передать вам насколько же уже темно на фоне пламенеющего заката снижение нашего исследовательского планера плоскоземельца на крыле лежит сахарская пыль видите вы сахару за ближайшим холмом я не вижу но пыль есть давай ка шасси выпину готов выкинул шасси чтоб не забыть опускаемся под облака сейчас нас начнет трясти очень сильный ветер 120 км в час наверху было Абаева ты как слушай ну реально планер вперед почти не летит вот это погодка вышка на ночной режим прикинь переключилась уже это уже значит ночь точно на нашем аэродроме естественно никого кроме нас нет горят огоньки в домике Мишеля ветер 80 км в час поколдун ветер ну боковой немножечко будет так ставлю посадочную конфигурацию закрыл окно 6 скорость 150 будем заходить да сейчас будет весело маневрирую ого гога 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 как это стащит ого гога 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 подхожу к склону склон неплохо вижу потому что темно Но очень сильно дует Прям на склон реально тащит Ух, как серьезно все Скорость больше Иду на аэродром На прямой Прошел Заход Земли пока не вижу Вбрасываю скорость Вбрасываю скорость Оп, касание Оп, торможение Фу Мы уже не съели Оп Вот это сносит нас Оп Выскакиваю на остатки Эдерги на полосу, чтобы нам легче толкать было Фу Ой, едем назад, прикинь Прям на склон реально тащит Ух Как серьезно все Скорость больше Оп Иду на аэродром На прямой Прошел Оп Заход Земли пока не вижу Сбрасываю скорость Сбрасываю скорость Оп, касание Оп Торможение Фу Неужели сели Оп Вот это Сносит нас Оп Выскакиваю на остатки Эдерги на полосу, чтобы нам легче толкать было Фу Фу Ой, едем назад Прикинь Друзья, настолько сильный ветер Что планер тащит назад ветром Нам Не смогли помешать Можно снимать Защитную шапочку Из Крови Единорога Девственника Подожди, не открывай Экипаж исследователей Плоской земли Благоволучно приземлился Здравствуйте, глубоко уважаемые любители Летных видов спорта Я надеюсь, что Вы сразу осознали эту шутку Что удивительно Самый ролик, набравший полтора миллиона просмотров Он снятый с высоты 5800 Истребитель Это не самолет, Сера Это истребитель Вот и не верь после этого В теорию заговоров Настоящий истребитель Слушай, какого черта? А, он может здесь Он имеет право Он по визуалке летает? Да, он по визуалке летает То есть он тут у нас и видел Да, он визуалку отслеживает В принципе, у нас флаг работает То есть мы его Если бы он сблизился Друзья, только что Мой Капалайл Острые глаза Заснял Но он увидел истребитель А я его заснял Я не знаю, что получится Фантастика Вот это реальное везение Истребители Наконец-то я их заснял, друзья Впервые в жизни О! И только что мы летали С Терри Вот здесь Недавно, друзья Вы видели, да? Вот оно воздушное пространство Французской республики В той же зоне В которой летаем мы На наших планерах Прекрасно летают истребители И военные, например Не закрыли нам сегодня небо Потому что два миража Пройдут тут и Пошуржат над нами Я столько времени Хотел заснять Их Вот представляете Вот снимаю ролик И сразу увидел где Потому что обычно они А потом идет звук А тут вот так удачно получилось Да, это круто Это как-то Ну, действительно Это только свободная страна Да Свободная страна Высота наша 5700 Ну, сейчас будет 5800 метров И я буду уходить отсюда Потому что Не могу входить Воздушное пространство выше 114 км в час У нас дует ветер Все, я наклоняю нос Видите, я сейчас За счет набора скорости снижаюсь Вот после этого ролика Постоянно пишут Ролик 1,5 Полтора миллиона просмотров Каждый третий буквально вопрос Это Земля плоская Земля плоская Земля плоская Земля плоская Но меня реально Это выбешивает Потому что Ну, что за Это или какой-то троллинг Зашленный Или настолько упал Образовательный уровень Человечества Что они верят Во всю эту чушь Там Шапочки Из фольги В заговор Мировых правительств В отсутствие Полетов на Луну И так далее И тому подобное И честно говоря Мне захотелось Снять ролик Степ Который я Как мог В нем Изгалялся К сожалению Я не силен Во всей этой хрени Так бы, наверное Я бы Поржал бы Еще больше Можете написать Мне в комментариях Мы отснимем Знаете, максимальное количество Вот этих Гурных теорий И Мы можем отснять Продолжение В максимальном Таком Ржачном варианте А сегодня Я рад Что это закончилось Потому что Сидеть Как придурку Вот в этой вот Шапочке Из фольги Вещать Пургу Ну Отвратительно Но Надеюсь Что вы улыбнетесь Полет был Самым настоящим После взлета Заглушил двигатель И поднялся На высоту 5800 метров Используя Не магию какую-то А знание о мире Законы физики Которые я знаю У меня по физике Пятерка Знания Именно знания о мире Позволяют Творить чудеса Настоящие Летать в космос Летать на планере Продолевать расстояние Там 3008 километров На энергии природы И так далее И тому подобное Те же Кто считает Что земля плоская Например У меня есть друг Который Мы с ним В одном институте Учились В Харьковском Анационном И он Мне присылает Постоянно ролики Про плоскую землю Говорит Волков Ты не понимаешь Ты посмотри Ну я как могу Гржу Я даже спорить С ним не хочу Ну Друзья Ну Как Что еще сказать Я же все Что Волков сказал И Как это В завершении Давайте Сделаем круг Почета Настоящей Прекрасной Планетой Убедимся Что Она разная И Ни в коем случае Она не плоская Вот Мое крыло Показывает На Монвлан И вот От Монвлана Я сделаю Пормулы Оборот 306 градусов Дабы Вы убедились Как все Красиво И посмотрели На этот Замечательный Горизонт Камеры Могут Как искажать Горизонт Делаю Более Круглым Вы же Помните Как Летая На Квадрокоптерах Всяких Можно Делать Шарик Из земли Ну Из картинки Также Можно было бы Эту Воронку Сделать Или еще Как Небудь То есть Все Это Наука Физика Как Рефракция Что там Еще есть Конвергенция Волновые потоки И так далее И тому подобное Я надеюсь Что этот ролик Хоть кого Небудь Собьет С идиотского Пути Мысли О плоской Земле И заставить Открыть учебник По физике И немножко Позаниматься Знаниями Научными Которые Человечество Собиала Годами Я рад Что На канале Мечта летать Так редко Спрашивают Про плоскую Землю Значит На нем Собрались Умные люди И Для таких Умных Петель Я покажу Как можно Сделать Полный оборот Если меня не Светит шляпа Петля Простые Законы Физики Без невесомости Готов? Погнали Вот смотрите Ручка на себя Сейчас Будет В мертвом Положении Но за счет Того Что мы двигаемся По дуге С меня Не слетает Шляпа Вау Невесомость Ну да И в то же время Смотрите Я сейчас могу Сделать Невесомость Мой телефон Так 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 что Вот вам Законы Физики Молодежь Учите Физику Радуйтесь Научным Знаниям Идите Плоскоземельцы Я вас умоляю Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова